Привет, друзья! Конечно, я думал о том, откуда всё это на нас валится, что нас расчеловечивают, отделяют друг от друга, разъединяют и так далее, и как нам сохраниться, чтобы сохранить разум на планете. И вообще, специально это задумано, что нам так вот такое устроить, или это случайность какая-то, но я могу сказать только своё мнение. Моё мнение такое, что все в растерянности. Растерянность часто бывает, когда мир выходит на какую-то новую фазу своего развития. Возникает такая точка неопределённости, и там кто во что гораст, кто как понимает, и поэтому и таксисты, и министры, и правительство, и бомжи, и художники, и писатели, и шахматисты, и велосипедисты. Все растерянны, получают всё время какую-то новую информацию, одна хорошая, и все тогда опять воспряли, другая плохая, и все опять поникли. Но, мне кажется, вот, по моему мнению, нет никакого такого надмирного правительства. Достаточно было миру войти в неопределённость какую-то новую, а я сейчас скажу, какую, как я думаю. Так всё, вот, привычная гармония, уклад жизни рассыпался, и все в растерянности, в панике. Ну, это же и понятно, у всех стресс, неопределённость. А мы как раз таки и занимаемся наукой человечности, именно для того, чтобы была точка опоры. Точка опоры именно в совместном созидании науки человечности, потому что ни искусство, ни литература художественная, ни религии не защитили нас от пандемии. И вот сейчас, как быть? Как быть в этой ситуации, когда то одна информация, то другая информация, да, и требования-то уже встречаются, того нельзя, этого нельзя. Ну, и так обычно бывает, когда люди не знают, что делать, в первую очередь инстинкт не вреди, и поэтому запрет. Не ходи, не сиди, не спи, не танцуй. Раньше в больницах вообще, когда вы нарезал, не говори, не разговаривай, время встречи с родственниками ограничено, вы только немного не говорите. Ну, в первую очередь запретить, это понятно, это тоже рефлексы такие инстинктивные происходят. Так вот, как мне кажется, откуда всё это произошло? И что у нас за новый мир, который вызвал такую у всех растерянность? Правительство там какое-то надмирное, или вот эта точка турбуленции, бифуркации, неопределённости возникла, и какой у нас шанс? Дело в том, что происходит переход в новую эру. Это естественным образом происходит, потому что мы выходим из освоения одних форм энергии к другим. То была у нас механическая энергия, мы её осваивали там, потом атомную, я уже говорил об этом, потом ядерную. А сегодня наступает век информатизации. Это новая эра, действительно, потому что, я уже говорил об этом, раньше было такое натуральное обмен между людьми. Например, вот сделал услугу соседу, и валун туда катит, как монету. Потом монета по мере оптимизации процесса уменьшается, уменьшается, дошла до цифры. Вот сейчас век информатизации, то есть цифровизации. Новая реальность. Виртуальность вместо той натуральной. Виртуальность. Это идёт процесс усовершенствования. Но дело в том, что люди-то теряются, поэтому каждый раз переходят на новый виток вот этой динамики, этой спирали развития. Переходят на новый виток, и каждый раз теряются. Я там читал, что когда появились первые паровозы, и конки, которые возили людей там с колясками. Ну, как вот, страшно люди растерялись, паровозы пошли, как надо поступать и так далее. Ой, извините, ко мне опять звонит кто-то из больных. До встречи, друзья. Пишите свои мнения.